Всем привет! В этой части видео о моих запасах я покажу вам гели для душа, как свои, так и гели моего мужа. И в самом конце видео покажу вам жидкое мыло для рук, ну там совсем чуть-чуть. Начать я хочу с гелей для душа от компании Avon. Их у меня больше всего есть как в старом оформлении гели, так и в новом. Начнем со старинок. Есть у меня вот такая замечательная парочка из линейки, драгоценные масла, алая роза и пачули, мёд и горденья, потрясающие ароматы, для меня абсолютно зимние. Когда-то я такими гелями пользовалась с огромным удовольствием. Потрясающе раскрываются они в душе, они многогранные, не плоские, на всю ванную распространяются. С большим удовольствием использовала классная линейка, надеюсь, что перевыпустят эти ароматы, не исказят их. И у меня рано или поздно появится возможность их повторить. Также у меня есть гель для душа, лимитированный имбирный пряник. Зимой выходила эта линейка. Симпатичное оформление, довольно странный цвет у этого геля. Аромат приятный, интересный, десертный. Я, кстати, для себя решила, что в душе буду использовать гели с цветочными ароматами, с цветочно-фруктовыми, может быть, какими-то пряными, экзотическими. А гели с десертными ароматами буду использовать в качестве жидкого мыла для рук. Так что этот гель уйдет именно в этом качестве. Хотя обычно гели от Avon я использую именно как гели. Есть у меня гель из детской линейки волшебной единороги. Такой симпатичный. Приобретала для коллекции. Я знаю, что этот гель пахнет довольно-таки химозно. Он, как написано, с клубничным ароматом. Ну да, действительно, аромат такой странный, не самый интересный, но очень приятное оформление. Этот гель тоже уйдет в качестве жидкого мыла для рук. Есть у меня гель из полинезийской коллекции «Тропическое путешествие. Манго и ананас». У меня было две упаковки. Одну в прошлом летом использовал мой муж с большим-большим удовольствием. И этот гель тоже достанется ему. Он, помимо мужских гелей для душа, также пользуется гелями с фруктовыми, экзотическими ароматами, с каким-то кокосовыми. Ему такие гели очень нравятся. Так что, вот, приперегла для него. Аромат у этого геля приятный, фруктовый, но довольно своеобразный. Из-за чего лично я таким гелем пользоваться не захотела. Есть у меня гель, который называется «Релакс терапия». Он с ароматом эвкалипта и камфоры. Восстановление и расслабление. Аромат у этого геля довольно своеобразный. И я предложу его своему мужу. Сама таким пользоваться не хочу. Следующий гель я условно отношу к мужским гелям для душа. Хотя на упаковке об этом ничего не написано. Это гель «Морская свежесть» с ароматом морской соли и влажной древесины. Это аромат «Унисекс», но я подобные ароматы сама обычно не использую. Ну вот, муж будет пользоваться. Аромат интересный, приятный. Действительно, морской такой. Есть у меня мужской гель для душа «Кактусовый перевал» с ароматом опунции и пачули. Повторная покупка. Таким гелем мой муж уже пользовался. Ему он показался обычным. А мне этот аромат очень понравился. Он интересный, такой мужской, с терпкими нотками. Классный аромат. И оформление симпатичное. Ну и последний гель для душа из линейки «Сенсус» в старом оформлении – это «Взрыв прохлады». Опять же, мужской гель. Он с ароматом арктической и морской свежести. Действительно, такой охлаждающий аромат. Очень яркий. Написано, что он также охлаждает кожу. У мужа такой гель уже был когда-то. И про охлаждающий эффект он мне лично ничего не сказал. Он его не заметил. Но, может быть, в этот раз все-таки охлаждающий эффект себя проявит. Этот гель, конечно же, летний. Теперь давайте посмотрим на гели от «Эйвен» в новом оформлении. Не помню, как давно, но, может быть, год назад у «Эйвен» появилась линейка таких интересных гелей. Они у меня все иностранцы. Я не помню, как эта линейка называется. Но в нее входят гели с такими довольно интересными ароматами. Первый гель – это овсяное молочко и василек. Я думаю, этот аромат будет такой спокойный, не очень яркий. Второй гель для душа – это кокосовое молочко и малина. Мне очень интересно попробовать этот гель, узнать, как он пахнет. Я упаковки не вскрывала, потому что они стоят у меня в запасах. Но вообще именно этот аромат кто-то хвалил. Третий гель для душа выглядит вот так вот. Такой бежевенький. И это сливки и какао. Я почему-то думаю, что мне аромат этого геля не понравится. И, скорее всего, я изведу его, как жидкое мыло для рук. Объем каждой упаковки 250 мл. Хипотичное оформление. Надеюсь, все-таки я ошибаюсь насчет аромата вот этого геля. Мне он понравится. Ну, а теперь давайте перейдем к гелям, которые появились в четвертом каталоге в довольно-таки большом количестве. И пока многие в третьем мартовском каталоге по хорошей цене скупали гели в старом оформлении, я ждала апрельского каталога, чтобы закупиться новинками. И я купила много. Так, давайте начнем вот с такого геля. Это истинная роскошь. Гель с ароматом белого персика и ванильной орхидеи. В предыдущей версии был такой гель, по-другому немножко назывался. У меня он тоже был, но я его кому-то подарила. Я понятия не имею, как он пах в предыдущей версии. И я не знаю, что он собой представляет в новой. Но в новой он такой, посмотрите, симпатичный, перламутровый. Ну, как можно было не приобрести. Так что я приобрела гель, который называется «Романтический рассвет». Кажется, это «Любовь в Париже» или что-то такое в прошлой версии. Так он назывался. И он не был перламутровым, а теперь он перламутровый, такой симпатичный. Здесь аромат розы и амбры. Я не смогла пройти мимо новинки, мимо геля, который называется «Апельсиновый твист». Этот гель с ароматом апельсина и жасмина. Я слышала очень хорошие отзывы на аромат этого геля, но сама пока что не тестировала. А также я приобрела еще один гель цитрусовый, и это «Сочный взрыв». Это гель с ароматом клементина и имбиря. Опять же, хорошие отзывы на этот аромат. Вот цитрусовые гели для душа, кстати, я чаще всего использую в качестве жидкого мыла для рук. И эти, наверное, уйдут именно в этом качестве. Следующий гель – это «Морская лагуна». Он с ароматом фруктов и мускуса. У «Эйвен» гель «Морская лагуна» был, но я слышала, что это «Морская лагуна» и предыдущая. Это абсолютно разные вещи. Меня, конечно, это заинтересовало. Я решила приобрести уже в новой версии такой гель. Ну и с удовольствием, конечно, рано или поздно я и воспользуюсь. Также я приобрела гель «Малиновое удовольствие» с ароматом малины и черной смородины. Когда-то он назывался «Киррая». Очень приятный, яркий, интересный, позитивный аромат. Конечно же, с удовольствием использую. Также я взяла гель, который называется «Тропическое путешествие». Как вы понимаете, это тот же самый гель, что я вам ранее уже показала. Называется он точно так же. Но здесь «Манго» и «Ананас», а здесь «Манго» и «Франжипани». Но я полагаю, ароматы будут похожи. Хотя, кто его знает, я слышала отзывы, что все-таки некоторые ароматы отличаются. Но по цвету они одинаковые. Аромат пока что не тестировала. Опять же, этот гель оставлю мужу. Взяла я гель для душа «Свежесть океана». Когда-то он был в линейке «Сенсус». Не помню, как назывался, но я точно знаю, как он пахнет. Здесь заявлен аромат листьев бамбука и мускуса. Аромат очень свежий, такой нейтральный. Это аромат чистоты. Очень приятный, опять же, гель «Унисекс». Следующий гель называется «Цветы пустыни». Вот так вот он выглядит. И этот гель, который раньше назывался «Кактусовый перевал». Но смотрите, опять же, здесь написано по-разному. Здесь аромат опунции и пачули, а здесь аромат колючей груши и пачули. Наверное, опунция – это колючая груша. Я, честно, не знаю. Цвет одинаковый, оформление. Но вот это оформление мне нравится больше. Оно интереснее, оно какие-то фантазии навевает. А здесь еще нужно разобраться, что тут спрашивается нарисовано. Последний гель в новой версии тоже мужской. И это «Бодрящий океан». Гель с ароматом морской свежести и мятой. Кажется, это точно такой же гель, который я вам показывала. Взрыв прохлады. Да, только здесь арктическая и морская свежесть. Но я полагаю, что это одно и то же. Набрала повторок, потому что по оформлению, по названию не совсем понятно, что есть, что. Нужно было выбирать что-то другое или поискать информацию, как новые гели соотносятся со старыми. Но я вот поленилась, и теперь у моего мужа есть еще один такой гель. Ну что ж, на следующее лето, значит, останется. Ну и последний гель от «Эйвен», который у меня есть, это гель из линейки «Энканта». Нефритовый цветок и шелк. Повторная покупка. С большим удовольствием летом буду им пользоваться. Очень приятный, очень интересный аромат. Хорошая упаковочка. Удобно добывать этот гель. Он до конца из упаковки выливается. Ничего не нужно переворачивать. Кстати, если говорить об упаковках, да, вот давайте сравним старые и новые упаковки. Крышки, вот в этих версиях, конечно, ужасные. К ним приходилось приноравливаться. Некоторые легче открывались, некоторые потяжелее. Нужно было как-то чуть-чуть вот эту крышку разворачивать, плясать с бубном. Но все-таки в такой упаковке был несомненный плюс. Ее можно было вот так вот перевернуть. Она совершенно спокойно стояла на крышке, никуда не падала. Что же касается вот этих гелей. Да, здесь удобная и простая крышка. Можно открутить, хотя это так довольно сложно сделать. Но когда этого геля будет мало, его придется переворачивать. Он будет вот так вот раскачиваться. Толкнешь посильнее, он упадет. Здесь, конечно, небольшой такой недостаток. Ну что ж, Иван решил вот такие упаковочки сделать. Хотя мне предыдущие нравились больше. Они какие-то плоские. Их удобнее было друг за дружкой ставить. Они, как мне казалось, занимают мало места. Эти, мне кажется, занимают все-таки побольше места. Ну что ж, Ивану виднее. Ладно. Будем приноравливаться к новым упаковкам. С Иваном мы закончили. Теперь давайте перейдем к компании Фаберлик. Начать я хочу с линейки Бонжорней. Я не так давно приобрела эти гели. Еще ими не пользовалась. Сказать про них ничего не могу. Но слышала хорошие про них отзывы. Что у меня есть? Есть гель Непал. Объем, кстати, здесь 250 мл. Аромат Лотос и Сандал. Я по составляющим, скажем так, приобретала эти гели. Меня заинтересовало сочетание Лотоса и Сандала. Надеюсь, будет что-то такое терпкое, восточное. Следующий гель называется Марокко. Такой он симпатичный. И здесь заявлены апельсины и марокканская роза. Тоже надеюсь на приятный восточный аромат. Следующий гель я знаю, как пахнет. Это гель Таиланд, кокос и ананас. Буквально недавно приобретала для своей свекрови такой гель. Аромат интересный. Мне пахнет пинаколадой. Цвет такой жизнерадостный, веселенький. Мне по аромату гель понравился. Ну и последний гель из этой линейки. Это Япония Юцу и японский базилик Шисо. Я тестировала аромат на АП. Аромат яркий, позитивный, бодрящий. Буду пользоваться с большим удовольствием. Но пока что не решила. Использую как гель или как жидкое мыло для рук. Далее покажу вам гели для душа, которые выходили весной как лимитка. Называется это коллекция Цветочная симфония. В нее вошли 4 геля для душа. Все 4 вам сейчас выставлю. Вот так они выглядят. Симпатичные, но в прошлой весной, позапрошлой выходило что-то похожее с цветочными моноароматами. Но упаковки были поинтереснее. По рисунку можно было понять, какой цветок заявлен. Здесь же, посмотрите. Все примерно одинаковое. Так, есть здесь тюльпан. Если это тот же тюльпан, который был года 2 назад у Фаберлик, то я этому очень буду рада, потому что тот аромат мне понравился. Он был интересный и необычный. Второй гель это Магнолия. Не знаю, что с собой представляет. Третий гель это Роза. Я, надеюсь, мне понравится Розу. Я не то, чтобы не люблю, но я к ней отношусь очень спокойно. Некоторые варианты гелии с Розой мне нравятся. Например, от Эйвен. Там была Алая Роза и Пачули. Очень интересный аромат, что с собой эта Роза представляет. Я не знаю. Может быть, шиповник. Может быть, та Роза, которая мне не понравится. Ну и последний гель для душа это Лилия. Аромат Лилии я люблю. Он такой терпкий, но своеобразный. Надеюсь, здесь он будет интересный. Следующие гели из линейки Лавли Моменс. У меня есть один гель для душа. Карамельное настроение. Это лимитка этой зимы. Очень интересный аромат ирисок. Также у меня есть второй гель, который называется Лимонный кекс. Потрясающее оформление. Очень приятный аромат. И есть сразу три геля для душа Баблгам. Вот так выглядят эти гели. Цвет красивый, оформление приятное. И аромат просто потрясающий аромат. Я его, естественно, тестировала. Я на подарок такие гели покупала. Больше всего мне понравился. Такой детский, такой интересный, такой оригинальный, классный. И осталась довольна, закупилась. Тем более, что цена была хорошая когда-то. Все гели, кстати, вот эти Лавли Моменс. И вот эти уйдут как жидкое мыло для рук. Я их специально для этой цели приобретала. Есть у меня еще один гель для душа из линейки Лавли Моменс. Но это уже детский гель. Называется он непонятно как. Так, вот здесь написано варенье. То есть, наверное, это варенье малиновое. На АП протестировала просто ради интереса. И так мне этот аромат понравился. И такая приятная здесь малинка я купила. Опять же, по хорошей цене. С большим удовольствием буду пользоваться в качестве жидкого мыла для рук. Из линейки Бьюти Кафе у меня есть всего лишь один гель для душа. И это апельсиновая меренга. Когда-то покупала два. Один уже ушел. Второй тоже скоро пойдет в использование. Таким гелем для душа я буду пользоваться в качестве жидкого мыла для рук на кухне, устраняющего запахи. Гель кремовый. Довольно приятно пахнет. Но я не могу сказать, что он какой-то яркий, какой-то интересный. У меня он показался скромненьким, средненьким, что ли, в какой-то степени. Также у меня есть один гель для душа из линейки Стори Домор. Это какая-то лимитка. Дикая клубника. Симпатичное оформление. Цвет. Гель это такой перламутровый, красивый. Им я буду пользоваться по прямому назначению. Несмотря на то, что такие ароматы, моноароматы, не очень люблю. Но, надеюсь, все-таки мне он понравится и доставит много удовольствия. Следующий гель для душа у меня из линейки Дрим Терапи. Вот такой симпатичный. Это не просто гель, а расслабляющий крем-масло для душа. В объеме 150 мл. Объемчик невелик. Буду пользоваться по прямому назначению. В холодное время года. Очень мне нравится аромат Дрим Терапи. У меня есть расслабляющий миск для сна с этим ароматом. Он просто потрясающий. Он очень классный. И я надеюсь, что этот гель пахнет точно так же. Буду пользоваться им вечером с большим-большим удовольствием. Также хочу показать вам гели для душа от компании B.A.C. Поскольку B.A.C. это часть компании Фаберлик, то смысл умеет показать эти гели именно сейчас. У меня всего лишь два. Вот такие. Один с вишней. Второй морской бриз. Про вишневый гель для душа я не очень хорошие. Слышала отзывы. Но надеюсь, мне он все-таки понравится. Что касается вот этого геля, я понятия не имею, как он пахнет. Здесь экстракт алоэ вера зеленого чая. Морские водоросли. Я думаю, будет такой нейтральный аромат унисекс. В каком качестве уйдут гели для душа от компании B.A.C. Я пока что не решила. Сама их буду использовать как жидкое мыло для рук или отдам мужу. Посмотрим. Теперь давайте перейдем к другим гелям от других марок. Марок много. Гелей осталось еще довольно-таки много. Но по количеству, конечно, все намного скромнее. Например, мы сейчас будем говорить о гелях от марки Palmolive. И такие гели у меня всего лишь 6 штук. Если сравнить с Фаберликом или уж тем более с Эйвоном, 6 штук это вообще не серьезно. Давайте посмотрим, что у меня есть от Palmolive. Есть два геля из линейки Бережный уход. Этот гель миндальное масло и пион. Пион я недавно выяснила. Не совсем мой цветок. Но я тестировала аромат этого геля. Здесь не только пион, но также что-то такое кремовое. Аромат мне понравился. Второй гель это кокосовое масло и лемонграсс. Тоже очень приятный аромат. Гели кремовые. Для меня по ароматам абсолютно зимние. Также у меня есть гель из линейки Гурмес Па Ежевичный мусс. Очень много было хороших отзывов на этот гель. Я его наконец-то приобрела, но пока что еще не пользовалась. Но в этом году уже пора брать его в уход. В фикс прайсе как-то раз я приобрела гель для душа. Ой, все время забываю, как он называется. Сзади не написано толком ничего. Это что, ежевика? Да, это ежевика? Ежевичный мармелад, что ли, так получается. Ну, наверное. Приятный, интересный аромат геля этот, кремовый. Тоже в ближайшее время пойдет в использование. В том же фикс прайсе как-то раз приобрела гель Питая Лаверс. Лимитированная коллекция. Мне понравилось оформление. Цвет этого геля тоже понравился. Цена, соответственно. Но аромат довольно-таки простой. Просто какой-то экзотический, не самый интересный аромат. Ну и последний гель от Палмолив. Это моя любовь. Гель роскошная мягкость, черной орхидеи и увлажняющим молочком. Очень приятный, тяжелый в какой-то степени, такой вечерний аромат, обволакивающий, укутывающий. Очень мне когда-то он понравился. Так что купила повторно, с большим удовольствием буду в этом году им пользоваться. Также в моих запасах есть гели для душа от марки Сенсотерапия. Редко у кого я видела продукцию от этой марки. Шесть вариантов. Всего я в свое время купила пять. Вообще покупала на подарок, но потом эти гели по какой-то странной причине задержались у меня. И ими я некоторыми буду пользоваться по прямому назначению. Что-то отдам мужу, что-то уйдет, как жидкое мыло для рук. Ну давайте смотреть, какие гели есть у компании Сенсотерапия. Первый гель называется Very Sexy для настроения. Он с тропическим кокосом и орешком макадамии. Цвет такой интересный. Я так полагаю, будет интересно им воспользоваться. Аромат такой необычный. Кокос и макадамия. Следующий гель для душа. Для сладких снов с полевой лавандочкой и ромашкой. Он такой фиолетовый. Этим гелем буду пользоваться я. Он, кстати, да, успокаивающий, придающий, вдохновляющий. Третий гель пробуждающий для бодрого утра. Со сладенькой клубникой и ванилью. Приятный такой молочно-розовый цвет. На сайте Велкерис я читала отзывы. Пишут, что очень приятный аромат у этого геля. Следующий гель для душа. Соблазнительный для тебя и для него. Этот гель с сочным манго и с бананчиком. Точно мужу пойдет этот гель. Он любит сочетание манго с чем-нибудь. Ананас и папайя. Это все его, кстати. С папайей тоже кое-что есть. И это последний гель для душа. От этой марки. Освежающий для вдохновения. Он со спелым ананасиком и сочной папайей. Отличное сочетание. И муж будет доволен. И цвета такие приятные. Оформления симпатичные. Вот это заигрывание с потребителем. Ананасик, бананчик, клубничка сладенькая. Потрясающе просто. Следующие гели у меня от компании Лепети Марселье. И все они мужские. Когда-то покупала по хорошим ценам. Либо в составе наборов. Вот пять упаковок. С разными ароматами интересными. Давайте посмотрим. Есть гель для душа. Можжевельник и экстракт папоротника. Такой довольно тяжелый. Мужской. Типично мужской аромат. Тяжелый, но приятный. Также есть кедр и минералы. Немножко морской аромат. Более легкий, более свежий. Есть гель для душа. Шафран и красный апельсин. Чувствуются цитрусы. И какая-то такая нотка специй. Тоже очень интересный гель. Есть сандал и ваниль. И сандал, и ваниль здесь ощущаются очень ярко. Очень интересный. Необычный. Классный. Мне больше всего нравится. И последний гель для душа. Сосна и эвкалипт. Здесь я больше чувствую эвкалипт, чем сосну. Аромат приятный. Мой муж любит что-то такое еловое. Поэтому есть гель с сосной. Есть гель с можжевельником. Но они недостаточно еловые для моего мужа. Но все равно очень-очень приятный. Будет всего лишь 5 упаковочек. Так, давайте продолжим. Следующие гели у меня от компании Чистая линия. Есть мужской гель для душа. Тайга. Глубокое очищение. Хмель и уголь. Тоже недостаточно для мужа еловый аромат. Но приятный. Этот аромат. Такой сладковатый. Я бы сказала в некоторой степени нейтральный. Есть у меня гель зимняя какая-то лимитка. Привет, зима. Я его случайно обнаружила по очень низкой цене в магазинчике рядом с домом. И в обзорах я тоже этот гель ни у кого не видела. Посмотрите, какой он красивый. Мягкая мицеллярная формула. Аромат клюквы. Я не открывала этот гель для душа в огромном объеме 400 мл. Не знаю, какой он по аромату. Я даже не знаю, буду я им пользоваться по прямому назначению. Или использую в качестве жидкого мыла для рук. Но пока что он стоит в моих запасах. И радует меня такой большой красивой упаковкой. Ну и последний гель для душа от компании Чистая линия. У меня вот такой. Это облепиха и ценные масла. Да, он пахнет облепихой, что мне лично не очень нравится. Предыдущая такая упаковка ушла как жидкое мыло для рук. И это тоже уйдет как жидкое мыло для рук. Причем в ближайшее время. Потому что этот гель у меня довольно давно в запасах. Пора бы его уже окончательно вывести. Также у меня есть три геля от компании Фа. Есть гель натуральная свежесть. Аромат белого чая. Когда-то у этой марки такой гель был. И мне он понравился. Он нейтральный по аромату. Такой чуть-чуть сладковатый. И женщине и мужчине подойдет на лето. Очень неплохой вариант. Этим летом, кстати, планирую его использовать. Также есть вот такой гель тайна Амазонии. Цветочный зеленый аромат. Я тестировала этот аромат. Он очень интересный, необычный. Действительно цветочный зеленый. Не обманули. И оформление очень приятное. Также есть гель для душа Let's Dance. Фруктовый аромат. Аромат простенький. Действительно фруктовый. Маракуйя нарисована. Пахнет маракуйей. Ничего сверх особенного. Но он довольно приятный все равно. Также у меня есть три геля Камэй. Точнее один гель Камэй. И два Бай Камэй. Производитель один и тот же. Но разница в цене, в объеме. И все-таки мне кажется, что гели Камэй, они более сложные по своему звучанию. Более интересные. Более насыщенные. Бай Камэй побюджетнее, скажем так. Вот этот гель называется Секрет. И он со стойким, соблазнительным ароматом сандала и ванили. Аромат действительно шикарный. Очень мне понравился. Вот этот гель я покупала в фикс прайсе, как и этот. По 79 рублей. Здесь аромат довольно приятный. Но я не скажу, что это лаванда. Просто что-то цветочное. И поспокойнее, не так ярко звучит этот гель из упаковки, как вот этот. Вот этот гель, такой зеленый, бодрящий. Он с ароматом ландышей цветов лимонного дерева. Он интересный, приятный, но опять же он не яркий. Скромненькие вот эти гели Бай Камэй. Они поскромнее. Но тоже имеют место быть. У меня начинает заканчиваться место, а гели еще не заканчиваются. Давайте продолжим. Так, что еще у меня есть? Есть два геля от компании Биэлита. Каждый в объеме 300 мл. Покупала в наборе. Очень симпатичное оформление. Это зимняя лимитка. Посмотрите, какой красивый гель. Как он переливается. И он с ароматом Кока-Кола. Как можно было не приобрести. Также в паре шел гель с ароматом лаванды. Точнее, нет. Это гель пена для душа и ванны. Да, то есть можно как пену для ванн использовать. Я, наверное, буду как жидкое мыло для рук использовать. Он тоже очень красивый, перламутровый. Просто потрясающий. Главное, стоили эти гели очень даже недорого. Также у меня есть два геля для душа от компании Натура Сиберика. Такие симпатичные. Я их приобретала из-за упаковки. Сразу знаю, что буду использовать в качестве жидкого мыла для рук. Такая замечательная помпа позволяет это делать. Даже переливать не придется. Есть у меня натуральный увлажняющий гель. Он с полярной фиалкой, с вечерницей, с люпинами, с гиалуроновой кислотой. Я надеюсь, что он будет пахнуть фиалками. Цвет у него такой симпатичный. Очень мне понравился по цвету. А этот гель, ну посмотрите, просто красота. Произведение искусства. Такой золотой, такой интересный. Здесь, что у нас, огненная медвежья ягода, дикий алтайский мед, дикая перечная мята. У кого-то из девочки я этот гель увидела и сразу решила, что мне он тоже нужен. Ну как можно пройти мимо такой красотищи. Также у меня есть два геля для душа от марки Котаж. Я их заказывала на сайте Вэлдрис. Кажется, это новинка весны или конца зимы, как-то так. Так, оба геля, они с фиалкой. Захотелось мне чего-то такого фиалкового. Но один гель обычный, это даже не гель. Ага, посмотрите, все заклеено. Это молочко для душа, как-то так это называется. Объем какой здесь, 250 мл. А второй гель, это гель Гамаш. Ну, по нему видно. Так, здесь объем 270 мл. Симпатично выглядит, стоили они относительно недорого. Дешевле, чем в Ревгош на Вэлдрис, поэтому там и заказала. Весенние, летние, красивые. У меня никогда не было гелей от марки Котаж. Хотя она много лет назад была представлена в магазинах, потом пропала, потом снова появилась. В золотом яблоке ее много, в Ревгош. Ну, вот я две упаковочки купила и на этом остановилась. Другие ароматы, хоть и интересные, но как-то меня не сильно привлекают. В фикс-прайсе как-то раз я приобрела два геля для душа. Таити, это Colgate Palmolive. По 149 рублей они стоили. В наших фикс-прайсах продавались только такие варианты кокос и, как это правильно, тропический лес. Вот это женский аромат с очень таким интересным ароматом кокоса. Приятный парфюмированный кокос. С большим удовольствием скоро буду этим гелем пользоваться. Ну, как скоро, осенью или зимой. Что касается вот этого геля, он мужской, с интересным ароматом, приятным. Да, что-то такое, знаете, тяжелое, древесное. Да, интересный, интересный гель для душа. Мне упаковки не нравятся, я когда-то об этом говорила. Такие квадратно-гнездовые, но удобные. С этим не поспоришь. Вот этот носик очень-очень удобный. А еще у меня есть два геля от компании «Фитокосметика» из линейки «Фитобомба». Я много таких покупала, в себе два оставила и на подарок приобретала. Так, что здесь? Что это? Грейпфрут, мята, франжепани, клубника, папаин и суперэкстракты. Клубникой пахнет. Такой довольно своеобразный, кстати, аромат у этого геля. А второй гель с жасмином. Также здесь ваниль, макадамия, франжепани. Да, аромат жасмина легкий, такой весенний, приятный ощущается. Для меня на весну этот гель. Но пока что я не знаю, что они собой представляют. Все уже попробовали, а у меня эти гели пока что стоят в запасах. Последние гели, которые у меня остались в нормальных таких форматах, не миниатюрки, это гели-одиночки. Вот этот гель от марки «Лав», сочный цитрус и ваниль, вы у меня когда-то уже видели. Да, он подзадержался в моих запасах, но я так полагаю, в этом году я его все-таки выведу из запасов. Буду использовать в качестве жидкого мыла для рук на кухне. Аромат у этого геля просто потрясающий. Продается этот гель в магните, по акции можно приобрести очень недорого. Я купила меньше, чем за 40 рублей когда-то. Но аромат намного дороже у этого геля. Также у меня есть гель от компании «Адидас», «Эдипауэр». Максимальная эффективность, капсулы с зарядом энергии. Покупала в метро, тоже по какой-то неплохой цене. Из упаковки гель очень приятно пахнет, но мне писали, что он не очень хорошо раскрывается при контакте с водой. Ну что ж, проверим. Подруга, кажется, на Новый год подарила мне гель от марки «Лис Кроули». Эта марка продается в магазинах «Галамарты», если я правильно понимаю. Этот гель увлажняющий. «Скин джус». Пахнет что-то типа жженого сахара, но приятно, приятно пахнет. Использую, наверное, как жидкое мыло для рук. Также у меня есть гель от компании «Кафе Мими», «Кокос и лотос». Как же я хотела этот гель после старого-старого видео Ирины «Фо Юлии». Почему-то зацепил он меня вот этим вот сочетанием «Кокоса и лотоса». В магазинах на тот момент этот гель почему-то пропал из продажи, нигде не могла его купить. Видела на сайте Makeup Store, но делать ради одного геля заказ на этом сайте мне не хотелось. Но в какой-то момент я обнаружила этот гель на Wildberries. Разумеется, приобрела с большим удовольствием, с большой радостью. Да, такая странная упаковка, пузатенькая. Но ароматы интересные. Необычный, своеобразный, но интересный. Такой свеженький. Также у меня есть гель для душа от марки «Диликеа». Тоже подруга дарила. Это фисташковое мороженое, довольно известный. Аромат, очень приятный гель, кремовый. И оформление очень симпатичное. И объем большой, 400 мл. Но он свежий, поэтому некоторое время постоит в запасах. Все с гелями для душа в больших упаковках мы с вами закончили. Теперь давайте посмотрим на малюточки, которые я как дома использую, так и в дороге. Есть у меня два геля для душа от «Кафе Мими», которые я покупала очень даже недорого в магазине «Золотое яблоко». Малина и зеленый чай, и черешня и шалфей. Такие симпатичные упаковочки. Можно открыть, потом закрыть. Есть такая возможность. Можно, наверное, взять с собой в отпуск, но я подумаю. Но, вероятнее, все-таки дома использую. Так, еще одна малюточка у меня от марки «Фа». Натуральная свежесть, 100 мл. И это тот же самый гель для душа, который у меня есть в полной версии. Гель с ароматом белого чая и с экстрактом бамбука. В «Оке» покупала. Есть два геля от марки «Лай Севен», точнее, один гель и один гель «Эксфолиант». Такие симпатичные. Был еще третий гель, я его уже использовала. Вот этот гель «Ночь, спокойствие и луна» очень приятно пахнет. Здесь сандал и жасмин. Аромат вечерний, такой чувственный, такой сексуальный. Очень интересный. Но, если качество этого геля такое же, как у того, что я пробовала, то, честно, на троечку. Жидковатые эти гели, плохо пенятся. Но ради аромата я ему готова все простить. Так, что касается вот этого средства. Оно с эксфолирующими частичками, с цветочным ароматом. Ну, аромат так себе, ну, средненький. Любовь, поцелуи и соль. Вот, такой гель-эксфолиант. Летом вместо скраба для тела можно использовать. Также от марки Лис Кроули у меня есть вот такой. Тоже вроде бы как скраб. Гель-скраб тонизирующий. Опять же, летняя такая история. Давайте вот сюда поставим. И последний гель для душа. Опять же, вы его у меня видели. Это гель от компании Холика Холика с алоэ. Вот такая мини-версия. Здесь 50 мл. Дорожный вариант. Но все никак, со мной он никуда не уедет. Но, может быть, этим летом все-таки я его с собой возьму. Потому что его давным-давно уже пора использовать. Ну, и в завершении этого видео давайте посмотрим на жидкое мыло для рук, которое у меня есть. Я редко покупаю жидкое мыло для рук, предпочитая для этой цели использовать гели для душа, которые иногда специально приобретаю, чтобы потом переливать в дозатор. Иногда в дозатор идут гели, которые мне не понравились в процессе использования. Так что особой потребности в покупке жидкого мыла для рук отдельно я не вижу. Но все-таки такое мыло мне иногда попадается на глаза. Меня заинтересовывает. Я его приобретаю. Например, как-то раз в магазине FixPrice я увидела вот такую огромную упаковку мыла для рук с ароматом черной орхидеи и с увлажняющим молочком. Где-то там закопан гель для душа с точно таким же ароматом. Я говорила, что мне этот аромат очень нравится, он очень приятный. Поэтому я не могла пройти мимо такого жидкого мыла. Тем более, что цена была хорошая, объем большой. И я даже не знаю, месяца на два мне хватит такой упаковки. Также ради интереса я как-то раз приобрела жидкое мыло для рук от компании Biossi. Такая упаковочка интересная. Здесь 250 мл. Не очень бюджетное жидкое мыло, но меня заинтересовал аромат. Это жидкое мыло называется Хвойный лес. Мой муж любит, чтобы елками пахло, или для душа, или жидкое мыло. Вот. Специально для него, можно сказать, и приобрела. Очень интересный здесь дозатор с таким носиком маленьким. Понятия не имею, что собой представляет жидкое мыло от Biossi. В обзорах ни у кого не видела. Но мне кажется, оно довольно экономичное. Знаете, что радует? Видите, трубочка, она не в центр упаковки упирается, а в бок. И есть шанс практически до последней капли такой гель, а точнее такое жидкое мыло использовать. Также я приобрела жидкое мыло для рук от компании Avon из линейки Senses. Лавандовое спокойствие. Это мыло с ароматом цветущей лаванды и мускуса. К сожалению, в четвертом каталоге геля с таким ароматом не было. А мне интересно узнать, как Avon изобразил цветущую лаванду и мускус. Поэтому пришлось брать такой вот вариант. Вот такое жидкое мыло в объеме 250 мл. Тоже уже в новом оформлении. Ну, симпатичная, кстати, такая упаковка. Довольно устойчивая. Я боялась, что она будет лучше. Нет, она устойчивая. И если получится отодрать вот эту вот картинку и не останется липкий слой, то можно потом использовать эту упаковку повторно. Опять же, трубочка упирается в бок, а не в центр, что не может не радовать. Вот таким отнюдь немаленьким количеством гелей для душа на данный момент я располагаю. Я хотела сократить количество гелей, не покупать их. И некоторое время мне это удавалось. Но потом я, скажем так, сорвалась. И чуть ли не каждый месяц или через месяц начала покупать по две, по три упаковки. Какие-то новинки мне на глаза попадались. Какие-то интересные марки, интересные ароматы. Я решила не сдерживать себя и покупать гели до тех пор, пока мне не надоест. В какой-то момент мне надоело, и я снова их перестала покупать. Но набралось уже довольно большое количество. А потом появились новые гели от Эйвана. Я ими закупилась. И мне года, наверное, на два хватит этих гелей. Кого-то, конечно, такое количество гелей шокирует. Но я не вижу в этом ничего ужасного. Я знаю девочек, у которых гелей намного больше, чем у меня. Я не коллекционирую гели. Я их просто покупаю. Они стоят какое-то время в запасах, а потом я их использую. Я не трясусь над своими гелями. Ничего сверхособенного в моих запасах, в общем-то, нет. Хочу, использую так. Хочу, использую сяк. Хочу, отдаю. Отвожу родителям, кстати, иногда. Так что 90 или сколько здесь у меня гелей, это нормальное количество. Ничего ужасного в этом количестве я не вижу. Не переживайте. Гели – это гели. Они не умрут в своих упаковках еще очень-очень долго. Тем более, что многие гели у меня с хорошим сроком годности и ни разу не были открыты. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Не знаю, уж полезным, либо же нет. Большое спасибо за то, что вы это видео посмотрели. Всем пока!